Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это новое шоу Беременный папа Нет, не беременная в 16, не беременная мама, а именно беременный папа Это реалити проект, в котором есть разные папки, тюфяки, игроманы, лентяи Короче, очень много разных, которые становятся, в общем-то, беременными и стают на путь истины Надеюсь, что вам понравится, в общем-то, вот такой вот новый формат Если это так, поддержите это видео лайком, с радостью почитаю ваши комментарии А мы, ребят, начинаем первый выпуск Поехали! Тюфяк Я неудачник, да? Лентяй Всех денег не заработаешь Гуляка Хотелось бы какие-то эмоции, а тебе на жизнь она этого не дает Диктатор Ты хотя бы пожалел бы меня, что ли? Я в положении, а ты и куришь? Вы здесь кухня Игроман Ты уже взрослый, тебе надо уже взрослее Не хочу я взрослый Ипофигист Саш, там все дети в арене Интересных собрали персонажей Извини меня, это не работа Эти шестеро мужчин скоро станут отцами Но пока они думают, что дети – это игра Я буду папой-клоуном, мне нравится быть папой-клоуном Пришло время взяться за их перевоспитание Я заставлю этих шалопаев взяться за ум И сделаю из этих нерадивых папаш супергероев Что-то похоже на проект «Экс» День за днем Будущие отцы будут проходить тяжелые испытания Только здесь Я думаю, я сдохну Нам нужно заснуть Крик и закрой Этот звук А жернова женских проблем уже готовы перемолоть им кости Да и не унизительно мыть имитаз Нет Слабаки сойдут с дистанции А их Это в каком он, пускай так нырнул Тей воспитает кто-то другой Если он не захочет спасать семью, то один только выход Развод Ну короче Зато того, кто пройдет все, ждет вознаграждения Бабосики Я считаю, победит средства хорошие Счастливая семья И полмиллиона рублей Самая беременная в реалити страны Бонус Прямо сейчас Да нет Беременный папа Это проект «Беременный папа» Я его ведущий Марк Бартон Это дом, в который вот-вот заселятся шесть беременных пап И их очаровательные жены Каждая пара со своей проблемой Которую я планирую решить за 10 недель Ну нормально, два с половиной месяца почти Итак, беременные папы в компании собственных жен Отправляются в светлое семейное будущее Прямо на этом автобусе В роскошном доме их ждет Марк Бартон И немало испытаний длиною в 10 недель После которых кто-то изменится и станет настоящим мужем и отцом А кто-то сойдет в дистанции Пока же они просто знакомятся, чтобы понять У каждой пары есть причина сесть в этот автобус Давайте историю Мы будем знакомиться? Спасибо, что дождались Вот смотришь, знаете, один у вас такой гопник с кипариком Другой такой у вас типа на стиле Третий как ботаник, я не знаю Баба загрузила его Давайте знакомиться Давайте Мне было так страшно Кто эти люди? Все будет хорошо Цель вашего визита на проект У нее такие претензии ко мне Потому что я слишком мало уделяю внимания семье Это ваш первый ребенок? Нет, это наш третий ребенок Круто А куда вы двоих оставили? Меня зовут Саша Меня зовут Даша А это наши дети Валерия и Серафима У нас сейчас двое детей Так получилось, так вышло Сима, ты издеваешься Я случайно Мама только собрала Лера Тяжело сидеть с детьми и ходить на седьмом месте беременности Ты чего? Не плачь Пойдем, вставай Подождите, на седьмом месяце беременности У вас проект будет идти два месяца с копейкой А то у вас что, прям на проекте рожать будем или что? Пойдем вымывать ручки У меня ощущение, что я разрываюсь на три части Мне нужна помощь Приехал, мне хочется отдохнуть, расслабиться Сел там, пиво попил Или кто-то из друзей приехал Ну если я реально устал А я не устаю вообще никогда Потому что сидеть дома с детьми, извини меня, это не работа Саша, там все дети в варенье, пожалуйста, умой их Сейчас такие девки мои Вот вытрепло, а я потом умою Саша, ну серьезно, блин, все в варенье, вся кухня в варенье, кабачки горят Ох, я сейчас начну матюкаться Я знаю, что дети меня любят Они меня всегда ждут Когда я домой приезжаю, бегут, там встречают Папа, бегай, пожалуйста Даша, забери Леру Ты ведь не видишь, что я с машиной занимаюсь или что? Поэтому я считаю, что я хороший отец Саша, ты помнишь, сколько Серафиме лет будет? Не, ну это серьезно, не знать возраста ребенка Украшает главный цветок Александр Он вообще не принимает участие в воспитании детей Даша, ты когда рожала, знала Я тебе предупреждал, что тебе будет тяжело Ты говоришь, я буду рожать Подождите, у вас это как произошло? Типа, она очень хотела, он не очередь Но если шорит, она меня не трогает Она говорит, хорошо Чувствуешь себя Или как это? Такой рабыня, которая должна, ему обязана А где номера на машине? Мне хочется поддержки Просто словами Когда родится третий ребенок Он будет просто манипулировать тем, что Ты никуда не денешься Ты обязана принимать меня таким, какой я есть И терпеть Я хочу, чтобы Саша изменился Для того, чтобы дети им гордились И чтобы у нас была счастливая семья Саша еще ребенок, я понял Ну, он выглядит тоже, знаете, так, типа Народа, хочешь присутствовать? Или открыто могу сказать, что я боюсь? Не знаю, для меня это важно просто Чтобы любимый человек был рядом Ага Миха Меня зовут Саша, мне 22 года Меня зовут Миша, мне 25 лет Мы из города Вятские Поляны Мы на 31 неделе беременности Ждем девочку Так, короче, я начинаю понимать, что старались набирать Такие пары, которые на проекте будут рожать Прямо активно Прямо 31 неделя Миша через два месяца станет папой Но вот он не привык к трудностям Он привык, что все за него делают Миша лентяй Все его занятия ограничиваются Так, первый и второй Телевизором Особо ничем не отличается, да? Меня это раздражает Если в доме что-то сломалось Мне проще сделать все самой Его просишь, он как бы все время О, сейчас, 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 сейчас И потом он вообще не делает В итоге Он очень любит себя Не приспособлен к самостоятельности Это, знаете, когда, ну, вот, ребенок Подросток, когда, вот, попросили попылесосить Тебе впадло, ну, тебе типа надо сделать Ведь что ты пылесосишь Но по телеку идет Такой интересный мультик Вот так вот это все выглядит Мы живем с моей мамой Ну, потому что у нас нету средств, в общем-то Чтобы снимать квартиру Жить с родителями Саша мне обычно говорит Просто я мало зарабатываю Ну, я могу это объяснить Просто у меня, получается Нет возможности больше заработать Да, мне нет Ну, я грузчик, и все, типа А, может, что-то будешь пытаться еще? В смысле, ну Я ж работаю Без света, похоже, в этом месяце Когда я пытаюсь экономить Он там просит колбасу Я говорю, нет, Миша Мы не можем позволить ей колбасу? Он психует Из-за этого и ругается Ну, я тогда пойду пиваю Все деньги заработают В какой-то определенный момент Все равно будет казаться мало Поэтому, как бы... Я пытаюсь доказать то, что у нас будет уже своя семья И что нужно что-то шевелиться Потому что ты глава этой семьи И вот я ему говорю Миша, нам нужно расписаться Потому что принципиально важно для меня Чтобы ребенок родился в браке Ну, Миша как-то не хочет этого Я не знаю почему Миша этого не хочет Да у вас денег на колбасу даже нету Миша думает Бля, пожрать бы что-нибудь временами Хотя, Миша говорит Ну, всех денег не заработаешь Поэтому ничего А тут вы о свадьбе думаете Чувак без колбасы живет И он не понимает, что как бы нужно просто делать Что-то, работать Хаил не собирается жениться Несмотря на беременность Саши Ну, для меня это унизительно уже Что настолько все плохо Что я говариваю его Ну, я считаю, что я пока не готов К тому, чтобы расписаться, жениться Я боюсь ответственности Понятно То есть, как бы ребенка заделать Ты не боялась ответственности? Мне нужно в себе разобраться Нужно мне это или нет Понятно Неужели я настолько плохая Что нельзя взять меня в жены? А девке обидно Покупаем? Еще одна девушка Дальше знакомимся Кого вы ждете? Мы вообще рассчитываем на пацана А там, как Бог даст Будем любить любого Так, это какой-то башен Любого пацана Мы нарушили пост Кутихристиане Скажем так, да Красили и красили яйца И вот докрасились, видите На грамотах Докрасили Здравствуйте Меня зовут Андрей Мне 40 лет Меня зовут Люба Мне 34 года Мы в браке 10 месяцев И из них 4 месяца беременности Что-то как-то у вас По виду такого Андрея Мася Типа, мачо Блядь, 10 месяцев в браке И 4 месяца бери То есть, ладно Зачпокали ребенка в браке Но у вас так все Быстренько, я смотрю Это мой первый брак До этого я долго шел к этому Так как я холостяк 40 летним стажем Было десятки девушек Которые оказывались в моей постели Оооооо, блядь, все Я понял Это Вася у нас Альфон Смажор Вася Альфа с мец Я понял Апполлон Десятки И я начала замечать за Андрюшей, что он мне не договаривает. Начала опаздывать домой, приходить поздно. Хотелось бы каких-то эмоций, как детство, не знаю. А семейная жизнь она этого не дает. Получается, я постоянно это выпрашиваю. Ласку, напиши мне смс, не забудь обо мне, позвони мне. Убирает. Что там? Кто там? Вот это по работе. По работе? Понятно. Иногда возникает мысль о том, чтобы изменить. Хочется, что это лазер по продажам. Это любому мужику, не только, наверное, мне. Вот это ты ляпаешь, конечно. Спустя уже полгода я знала, что я беременная. И вечером решила ему сделать сюрприз. Я тебя поздравляю, у тебя две полоски. Сержант, да? Вот ручка согнута в локоточке. Вы видите, да? Пальчики все мы посчитали. Он сначала как бы и в шоке, и в радости был. А потом мне не нужен ребенок. Я его не хочу. В тот момент... То есть, подожди, чувак. Тебе 40 лет. Ты вообще не было нормальных, серьезных отношений. Ты в 40 лет якобы типа решился. У тебя есть ребенок. Не, не хочу. Я думаю, где-то лет 60-65. Может быть, я подумаю. Пожалуйста, ребенок будет лишним. Поэтому я предлагал. Любит сделать аборт. Слезы были. Я сказала, или семья, и мы вместе, или нас нету вместе больше. Ну да, и вообще-то и девки, если не забывать, то уже... Как девка, это 34 года уже. Женщина, мягко говоря. И уже, как такой возраст, знаете, чем дальше, тем опаснее рожать. Ну нет, ты в 60 родишь. Ну, все-таки старые холостяцкие корни дают о себе знать. К сожалению, мой муж бабник. Понятно. Я могу иногда увлекаться какой-нибудь очередной девушкой. Андрей не расстается с привычками холостяка. Беременная Люба вынуждена терпеть регулярные загулы будущего отца. Ну, это все лишь для того, чтобы себя взбодрить, перезагрузить и получить какой-то дополнительный эмоциональный всплеск. Поэтому я тебя выбрал. Я тебя искал 40 лет, дорогая моя. 40 лет. Я тебя нашел. А ты теперь обязана меня терпеть. Мое терпение подходит к концу. Если он не захочет спасать семью, так... Я просто уничтожил голову проблему, а так... Развод. Чересчур в себе самоуверенный чувак. Я хочу, чтобы мой муж перестал обращать внимание на других женщин, и я стала в его жизни единственной, любимой, неповторимой. Я оказался на этом телепроекте благодаря Кристине. Я могу признаться, она меня затащила сюда, я бы не поехал. Коля! Коля, что натворил? Меня зовут Кристина, мне 23 года. Меня зовут Николай, мне 32. Я на 7 месяц беременность. У меня тоже беременный папа. Он кальянщик. Семья — это когда есть уважение друг к другу, когда они могут пройти сквозь огонь и воду, и не кидать. Тренер по фитнесу? Такого у нас нет. Фу, я думаю, что за фигня? Опять ты начинаешь свой кальян здесь курить. Нормально все. У меня такой сложный характер. Очень часто ссоримся. Ты хотя бы пожалел бы меня, что ли? Я в положении, и ты и куришь. Выйди с кухней. Ты хочешь, чтобы мне было тоже плохо? Нет, ты выйди с кухней. В период беременности на сроке 12 недель мы сильно поругались, у меня был тонус сильный. Я сказала, ничего страшного. Для меня живут без душевного комфорта. Это я научилась себе скрывать эмоции. Так. Ого. 4 800. Че? 14 100. Это что-то твое, не мое. Нет, нет, вот здесь написано. Моменты, по которым мы не сходимся. А, подсчитывают бабос? У нас, конечно же, есть. Ты как крут, просто она считаешь. Жмот? Я ничего не потратил здесь. А хорошо, а продукты? Смотри, мясо, картошка. Потому что мы ходили за продуктами. Ты это тоже кушаешь. Я резко кушаю, но токсикоз сейчас. Нормальный у тебя аппетит. Николай подавляет Кристину. В проекте она надеется найти опору и изменить мужа. Я другой человек, я живу душой. Я хочу, чтобы Коля научился понимать, что у него родится ребенок, и что его нужно любить и помогать во всем. А реально все подсчитывает по чекам, да? Для этого я приехал на проект. Деньги я очень люблю. И поверьте, деньгами я дорожу, умею их считать. Да, я хочу победить. Максим, чего ты больше всего опасаешься от конкуренции? Пока ему не задавали вопрос, но так сидел. Просто тупил. Максим, а ты всегда, да, тихо так разговариваешь? Ну да, я обычно... Анти-тамада. Анти-тамада? Да. Это, знаете, я называю эти пары, когда маминкин сыночек. Только не маминки, а женинкин сыночек. Когда, типа, я жена, и он такой... Типа, блядь, пожалуйста, защити меня, моя любимая. Я спрячусь за тобой. Меня зовут Светлана. А что он за ним сидит? Я 32 года. И я на седьмом месяце беременности. Меня зовут Максим, мне 34 года. Я на седьмом месяце шока от беременности. Мы по времени знакомы года полтора. Ага. До встречи со Светой я жил по типовым алгоритмам, скажем так. Не особо заморачиваться там внешним видом, тем, что я ем, как я ем. Было ощущение, что... Что ты самоуверенный, знаешь себе цену, чувак. Я сразу по тебе вижу. Жесть проходит мимо. Все это заняло в моей жизни даже чересчур много места. Это такой, знаете, беспалевный комплимент. Ты чуть-чуть больше места в моей жизни заняла. И не только. Можно сказать, что она взяла меня в оборот. Когда я сказала Максу о том, что беременна, он просто сполз по стеночке. Он вообще не может ничего планировать. Ну как можно планировать, если я не знаю, какая мне будет зарплата через 2-3 месяца? Я привык жить один. А теперь мало того, что придется сразу жить с кем-то совместно. С кем-то. Еще и будет ребенок. На данный момент я могу ориентироваться только на себя, на свои силы, на свои возможности. Сама выбирала. Мне очень тяжело будет тащить и ребенка, и как бы мужика. Вот все, что есть в его не шибко подкачанном теле, это один большой комок различных комплексов. На данный момент мой мужчина Максим Рохля. Максим никогда ничего не решает. Всего боится. Даже будущего ребенка. Мне очень тяжело с этим жить. Ну ты как чемодан без ручки, понимаешь? Просто дать мне время сколько-нибудь. Ну сколько? Меня достала нерешительность Максима. Прямо в том, что я неудачник, да. То есть прикиньте, насколько чувак сам себя загнал в такие рамки. Воспитание, не знаю, что это было. Вот реально на него смотришь и немного жалко. Бля, чувак, как ты до такого дошел? Какой спастел просто. Проект для нас – это последний шанс для того, чтобы создать нашу семью. Ну ребенок какой-то неуверенный. Он верит, прочувствует, что он настоящий мужчина, что он может нести ответственность за меня, за ребенка, за наше совместное будущее. Привет! Я скоро вылезу. Короче, я уже повод. Это один из героев, который прям будет делать рейтинги. Папа сделал маме подарок на 8 марта. Это душа компании, сразу видно. Я Илона, мне 26 лет. А я Женек, мне 22. И мы на шестом месяце беременности. Ну Женя! Наша беременность была случайно. После первого же нашего секса я забеременела. Я даже планировал, чтобы так произошло, потому что я хотел каким-то образом, наверное, ее задержать возле себя. Пришлось сразу и строить семью. То есть не было у нас времени для того, чтобы мы друг... Ну это, мягко говоря, как-то так чуть-чуть некрасиво. То есть ты еще не знаешь, садитесь ли вы характерами и так далее. Ну, чувак, я уже сразу хотел, чтобы она это... А он такой, милый, ты кончил? Не? Почему так взяла? Подумала. Ну вдруг его знали. И я столкнулась с тем, что, наверное... Чувак, ну это некрасиво. 22-летнего своего мужа. Я Женя воспринимаю как подростка. Если он дома, если он свободен, может целыми днями смотреть видео какие-то. Каждый вечер у меня там стратегия, я должен пройти несколько уровней. В эту игрушку играют дети. Это уже взрослый. Тебе надо уже взрослеть. Я, значит, ребенок. Вот, значит, я не хочу, как взрослый. Я люблю дурачка поклеить. Главное, это жутко раздражает. Но ничего, я вот такой, как и есть. Будущий отец Евгений так и не повзрослел. С этой проблемой пара заходит в проект. У нас предстоит вообще построение семьи. У нас рождается ребенок. Кажется, позитивный ребенок, я понял. Ты хоть что-нибудь будешь делать для этого? Я буду играться. А я там мало тебе? Игроман. Хотя, по его словам, очень хотел ребенка. А точнее, очень хотел ее при себе оставить. У меня есть страхи. Вот есть страхи, с которыми я живу. Страх такой, что он не сможет мне помочь даже в каких-то вопросах с ребенком. Что он будет к этому относиться неответственно. Я буду учить ребенка быть веселым. Я Дед Мороз, я красный ух. Что-нибудь я буду петь. Что-нибудь ты будешь слышать. Своего папку, как он поет тебе. Я буду папой-клоуном. Мне нравится быть папой-клоуном. Нас с ним зато не скучно. Но ему нужен будет не только папа-клоун. Хочу видеть в нем крепкую опору. Мужа, который планирует что-то. Что у него есть картинка будущего. Ты живешь одним днем. Я наслаждаюсь одним днем, Илона. Я не хочу, чтобы разрушилась наша семья на данном этапе. К чему она уже очень близка. Это наш шанс, этот проект, изменить самих себя, для того, чтобы в дальнейшем мы могли любить по-настоящему, искренне, не причиняя вред своему ребенку. Приезжаем в дом, да? Ой, наконец-то приехали. Ой, класс, ребятушки! Когда открылись ворота, мы увидели дом с ухоженной территорией. Ну, такая немаленькая территория, да. Вау! Вы класс! Круто! Впечатляет! Дом шикарный, конечно. Я в таких не бывала, по крайней мере. Большая кухня, классная. Да, типа два стола, чтобы все помещались. Дом шикарный, природа шикарная. Подготовиться здесь к рождению будущего малыша очень классно. Добрый день! Здравствуйте! Сложилось такое впечатление довольно-таки серьезного мужчины. Сразу все зашептались, что он психолог. Меня зовут Марк Бартон. Я ведущий проекта «Беременный папа». Без понятия, чем он занимается. Марк Бартон. А, вот скажут. Семейный психолог, коуч, автор и ведущий. Я понял, типа аля наш украинский, это, да, Карпачок. ...тренингов для беременных пар. Его многолетняя практика и уникальные авторские методики спасли от развода десятки семей. Он сам отец и знает, каким должен быть образцовый папа. Хороший отец – это хороший мужчина, в первую очередь. Это человек, который несет ответственность за свою семью. Марк уверен, чтобы перевоспитать взрослого мужчину и сделать его настоящим, нужны радикальные меры. И он готов применить их в этом проекте. Марк – брутальный дядь. Реально настоящий мужик. Как будто вышел папа, и тебя сейчас будет отчитывать. Я очень рад встрече с вами и надеюсь, что наше общение будет построено на взаимной искренности, уважении и доверии. Я не предсказатель, не ясновидящий, но точно могу сказать, что вас ждет в ближайшем будущем. Я подумала, вот, он точно может дать ответ, он точно может рассказать. Бессонные ночи, детский плач, иногда совершенно необъяснимый, нехватка времени на себя и на свои интересы, послеродовая депрессия женщин, колики у младенца, кормление, походы в поликлинику, пеленки – перечислять можно бесконечно. Чуваки такие, вы знаете, так подумал, по-моему, я должен в магазин сходить. Вы готовы к этому? Нет. Я в первую очередь хочу спросить у мужчин. Он говорит такие вещи, о которых я даже не догадываюсь, я не думаю никогда об этом. О, о, это то, что надо услышать Жене, к чему ему быть готовым. Андрей, пускай, не думая, что это только выйти из роддома, вынести такой красивый конвертик с бантиком. Вы должны понимать, что вам придется проделать колоссальную работу над собой, отказаться от дурных привычек, забыть, что такое лень, безответственность. У меня такое злорадство было насчет Саши. Я думаю, наконец-таки, прям сразу. Я предлагаю вам, мужчины, пройти 10-недельный курс «Суперпапы» и стать героями для своих женщин и детей. Мужчины, которые не пройдут испытания, покинут проект вместе с женами. Сильнейший заработает для своей семьи полмиллиона рублей. Ну, у меня очень большое желание выиграть приз. Я буду стараться. Я готов попробовать, но, честно говоря, я не уверен. Я что-то не ожидал от него другого ответа, знаете. То есть это у нас, короче, неуверенный чувак. Я готов попробовать, но я не уверен. Наверное, не получится. Ну, не знаю. Вот, блин, ну это жесть какая. Я буду сражаться за приз, который нам необходим для решения наших проблем. Я точно знаю, что я должна дойти до финиша. У меня будет измененный муж и полмиллиона рублей. Измененный. И первое испытание вас ждет прямо сейчас. Выбрать себе койку? В ваших комнатах не на чем спать. Вау! Бля, короче, знаете, вот чем-то похоже на Эксы. Не помню, первый сезон, второй, когда вот нужно было кровати тащить в дом. Помните, кто смотрел? Ваше первое задание – собрать кровать. Бля, реально, да? А, только кровати там стоят уже, да? У меня пол... На все у вас есть ровный час. Время пошло. Руки из жопы или нет, называется. Первое, что я хотел увидеть, это, естественно, насколько мужчины способны работать руками. Не языком, а руками. Это сам некоторый языком не умеет работать. Этот соберет для этого Лего. Этот тоже соберет. Ух ты! Да! Есть чем поработать. Ну, вот здесь будет интересно. Ну, я думаю, здесь будет баба руководить. Так. Куда? Так, надо рассчитать. Я не хотел ложенуться и упасть лицом грязи перед своей женщиной. Сейчас. Ну, господи, господи, надо успокоиться, собраться. Нужно понять, чему и как. У меня немножко сердце так... Тук-тук-тук-тук-тук. Ты представляешь, как это должно выглядеть? Должно быть вот так, наверное. Я сделаю это легко. Раз, два, три, еще час дали. Я мехогрущик. Остальное время. Так вот. Как-то так. Или так. Так тоже нет. А, вы инструкцию мне положили? Что-то не то. Тоже никуда-то не сюда. Нет, не сюда. Куда это все? Не, ну, инструкция желательно было бы положить. Это космический корабль. Я серьезно вообще ничего не понимаю. Без инструкции такое себе. Он безотвестный, он безалайперный, он лентяй. Он не имеет понятия, как это делать. А, все, сложили? Давай, Макс, мы будем чемпионами. Отвлекайся. Это у меня уже такая, тоже PowerApple любимчиков. Смотри, как ее собирать. Хочешь, я держать буду? Надо сначала определиться, что именно. Капание на голову начинает раздражать уже. Смотрите, как-то. Ой, господи. А что ты тут собираешь? Где мы будем спать? На кровати соберем. На кровати будешь спать? Ну, держи. Что ты так боишься? За какую-то кровать? Реально, за день это все мы будем не первые. А, не ломили собираются. Естественно, ему было сначала сложно сообразить, что куда. Почему три ножки? Может быть, это совсем не наши ножки. Это и в ноги ставится. Человек, который привык своего добиваться. Видишь? Она выпадает, да. Коля, ты вообще молодец. Осталось еще три палки ставить. Я почувствовала, что Коля соберет эту игрушечную кровать. Он может быть победителем. Спокойно, успокойно. Что за х**? Прикинь, да не хватает вот этих приколов. Нам надо по-другому как-то. Потому что мы не успели. Как? Предлагай тогда. Я хотела успеть, чтобы все-таки мы не проиграли. А там это не гвозди? Это гвозди? Хорошо, слушай, по-другому давай. Мы можем как-то? Да как по-другому? Тут только так. Прибить может как-то. Я не знаю. С той стороны. Не сегвозди, я сейчас ее тупо склепаю и тебе отвечаю. Вот такой вот с той стороны. Как говорится, против лома нет приема, если второго лома. Если не собирается хвостями. Прибить. Уху засунуть его. Я тупо ее сейчас в х** разломаю. Зачем? А на чем мы спать будем? На полу. Когда у мужей ничего не получается, на помощь приходят жены. В данном случае беременные жены. Посмотрим, как отреагируют на это сами мужчины. Может за тебя собрать? Сереж, ты х**. Я пыталась помочь Саше, и я там ползала с этими балками, четвереньках. А ты там прям, я смотрю, уже кровать сам прям. Даша, заткнись, правда. Даша мне мешала больше. Ей нужно было только просто молчать. Ну, ломили можно в конце вставлять. Я хочу ускорить процесс просто. Ты просто должен в голове уже представить, как будет кровать. Люба подсказывала, помогала, предлагала думать. Ему это тяжело. Углы, наверное, наискосок как-то они вот так закрепляются. Да, ребра жесткости. Да, возможно, ты права, молодец. Вот лежат эти деревяшки и железки. Их надо вот так вот поставить. У него этого представления вообще не было. Чего я без тебя делал? Я больше не могу у меня затягивать живот. Вот отдохни, посидай. Из-за напряжения в мышцах мне стало больно животу. И как ученье, я просто наносила кирпичи. Саша, можешь позвать меня врача? Мне нужно обезболиваюсь. Даша, почему тебе раньше не нужно было обезболивающего никогда? Вот сейчас тебе понадобилось обезболивающее. Потому что я пролазила тут в позе рака. Ты можешь сама подняться и позвать себя врача? Я могу все сама сделать. Вот сходи и позови. Меня это обижает. Не так уж там все серьезно. Я не хотела доказывать, что мне плохо, в принципе, ему. Я не хочу спать на полу. Ты можешь не базарить уже? Я хочу спать. Так ляжь на диване поспишь, Илона. По-моему, у кого-то начинает бомбить. Я не хочу спать на полу. Ты можешь не базарить уже? Я хочу спать. Так ляжь на диване поспишь, Илона. Правильно. Лучше выйдем. Вообще, ему дали задание. Я еще осталась крайней. Я еще должна спать на полу. Ну что, ребят, тебе осталось 10 минут. Блин, так это день, два. Мне хотелось посмотреть на то, как мужчины и женщины взаимодействуют между собой, как выстроены их взаимоотношения. Вы себя плохо чувствуете? Не, нормально уже. Ну, просто я немножко побегала. А я участвовала в процессе тоже. А вам можно держать тяжелую? Ну, вообще нежелательно. А вы сейчас будто отчитываете, да? Ух ты, какой мокрый уже. Я уже не могу. Что случилось? Тяжело, жарко. Я не знаю, почему треножки. Фига себе, он мокрый. Он как будто, бля, душ принял. Должно быть, их всего три должно быть. Как у вас дела? У нас все плохо. Саша чуть-чуть топанул. Наложал. Даша помогает тебе? Да я чувствую, без Даши мы не справились. Все, у меня готово. Все, у меня вообще самый крутой. Он был самый первый на самом деле, кто из ребят собрал кровать. Ну, она девица. Он же бизнесмен. Я хотел победить, я шел к этому. Для меня было важно это выполнить. Я побежал за помощью. Вот это ты красавчик вообще. А ты вот эту хрень цеплял туда наперед? Вот эта сама хрень должна держаться на вот этой опоре. Да, у меня нет таких дурок. Есть, братан, есть, отвечаю. Смотри. Я ему хотел реально дать совет, потому что он положил этот опор, ну, реально на саморезы. Вот, вот. Женя зашел в комнату, ему показалось, что недостаточно он правильно сделал. Вот эту штуку мы, значит, неправильно поставили, понял? Ты снимай быстро вот эту, пока она все время есть, снимай. Я решил опять позаниматься кроватью. Вдруг я где-то плохо что-то закрутил. Я ее разобрал опять. Да, я породил, наверное, зерно на сомнение его разом. Коль, лучше не трогай. Ну, как не трогай? Женя был прав. Времени уже нет. Я считаю, что пускай будет, как будет. Любитель идеала. Все, переставляем боковины. Когда осталось 10 минут, а он только закончил, он еще даже не прикрутил эти ножки к этому основанию. Как так-то? Как так-то? Я вот реально постаралась свою панику вот эту вот прям заткнуть глубоко-лубоко. Как она с кроватью получается классная. И быть максимально конструктивно, насколько я могу. Давай, давай. Мы выиграем, мы выиграем. Мы выиграем, мы выиграем. Что выиграем? Что это такое? Если бы мы знали, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Я в шоке. С этой кровати. По времени уже смотрю, что осталось 5 минут, а у нас ничего. Что-то меня как накрыло. Время и стекло. Откладываем свои инструменты и подходим ко мне. Давайте будем подводить Викторию. Задание оказалось непростым. Есть у нас такие мужчины, которые справились. Молодец. Ого. Серьезно? Не ожидала. Ты поднял пальчик. Подними ручку вверх. Молодец. Макс, ты скромничаешь. Ты скромничаешь, потому что ты единственный мужчина, который справился с первым заданием. Красавчик. Ты гордишься собой? Ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Я так не должен идти, чуть-чуть. Было, конечно, приятно, но не люблю быть в центре внимания. Света, ты гордишься мужем своим. Это занятно. Он вообще... А можешь его поцеловать? В ушко. Он так радовался, что мы справились. Мы смогли, что это он все сделал. Вообще думали, что он ни х** делает. Два болта не закрутит, саморец в руки взять не сможет. Среди шести мужчин он проявил на себя мужиком. Я, честно, надеялся на то, что три-четыре человека справятся. Но, к сожалению, этого не произошло. Мне перед собой стыдно, перед любимой стыдно. Я хотел в окно просто, не знаю, сигануть, заорать, маты. Вначале я неправильные детали начал сделать. Я повсовывал, а потом не знал, как их подоставать. Я очень расстроился, что я не справился с заданием. Не смог порадовать свою жену. Что у вас произошло? Ну, запуталась задняя спинка кровати. Задняя спинка? За что она запуталась? Это было стыдно, это было разно неприятно. Я бы с инструкцией ее собрал за 20 минут. ***, это самый натуральный ***, потому что ***, работать год. Собирать эту мебель и какую-то сраную кровать не собрать. Андрей, человек так старался, что вспотел, и ботинки пузыриться начали, уже жидкость из ботинок вытекала. Кровать собрана, считая процентов на 90. Не хватило, в принципе, времени, минут 10-15. Помешала суета. Андрей, бери пример с Максима. Николай, я вообще на самом деле в шоке от того, что происходило в вашей комнате. Ты решил доказать всем присутствующим здесь, что еще из этой кровати можно и тумбочку дополнительную сделать, да? Я подумал, у меня есть время, и я решил попробовать еще по-другому. Основная задача была нереально посмотреть, как мы собрали кровать, а посмотреть, как мы сотрудничаем вместе. Кто мы? Жена, муж, партнеры, собеседники. Докончить сборку кровати вы сможете только завтра. Вам придется спать на раскладушках? Ты что, серьезно, что ли? Я это сделал не для того, чтобы обидеть женщин. Это было сделано для того, чтобы мужчины понимали, что от результата их действий всегда будет страдать женщина. То есть мне благодаря тебе спать на раскладушке или мне вообще нигде не спать? Ну, убирай либо на раскладушке, либо можешь не спать. Марк остановил сборку кровати. Спать будет не на чем. И каждый беременный папа решил эту проблему по-своему. Женя переложил работу на жену. Ты собери, какой я это. Ковы собрать? Ковы. Я? Я собрать кровать? Просто так. Чик. И ножки вот. Тык, тык и тык. Саша откровенно хамит. Буду спать на раскладушке. Вообще просто. Меня это ужасно жутко взбесило. Я была готова, наверное, его прибить. Мне, наоборот, это нравится, потому что ты ничего не можешь поделать. Мне очень нравится, когда Даша не то, чтобы ее доводить до истерики или до слез. Мне нравится, когда она злится. Конченая кровать. Какой-то чувак сообразил, а я не сообразил. Ничего себе. А это руку правило и продолжает собирать кровать. Я не спущусь, пока я не сделаю кровать. Коля, а если нас с проекта выгонят за это? Не выгонят. Я всегда нарушаю правила. У Коля очень сложный характер. Спи, Кристина. Я не считаю, что... Не, на самом деле, может, ты же имеешь право, типа, дойти до конца, неважно, что сказал. Реш, я хочу, чтобы моя девка спала на кровати. Если вы считаете, что за это надо выгонять, выгоняйте. Все такие, бля, молодец. Я в чем-то проиграл. Я проиграл в том, что я не успел по времени. Одной сборкой кроватей не ограничимся. Беременным папам предстоит еще одно испытание. Это что за тусовка приехала? Чтобы лучше разобраться, с кем он имеет дело, Марк хочет посмотреть, как мужчины отреагируют на предложение поехать на вечеринку. Вечер удастся. Оставив беременных жен с разобранными кроватями. Кто-то точно оставил. Я никогда не ездил на таких больших лимузинах. Я не ожидал, что для нас пригонят лимузин. Ведущий был уверен, что все беременные папы откажутся от поездки. Ведущий был уверен, что все откажутся, серьезно. И останутся с женами. Но лимузин манил. Иногда полезно оставлять жену, чтобы она могла побыть одна, отдохнуть, позаниматься своими делами. Очень классно. Мне хотелось бы гулять, свалить побыстрее. Я лучше ближе к бару, пацаны. Тамада в середину. Как эти мужчины будут вести себя вдалеке от своих женщин? Нормально? Отдыхать будете? А что это такое? Вискат. Сразу мне в глаза бросились именно рюмки, стаканы, бутылка водки. На встречу припечения. Когда мы ехали, естественно, мы выпивали. Немного с Максимом поговорили, поспрашивали у него, потому что он такой довольно-таки интересный парень. Всегда ты такой спокойный, да, просто сам по натуре? Ну, я не знаю. Пока мы ехали, бутылочку виски мы выпили. У-у-у! Класс! Очень закомплексованный чувак. Веселая компания. На шару алкоголь. Я раскрылся. У-у-у! Круто! У-у! Класс! А девочки что? Ой-ой-ой! Для того, чтобы лучше узнать мужчин и семьи, с которыми предстоит работать, Марк решил поговорить с девушками. А для того, чтобы они разговорились, он, собственно, ручно приготовил ужин. Так ты что? Приятного аппетита! Спасибо! Спасибо, Боже! А ваши мужчины готовят вам? Мой не готовят вообще. Я любому просто, даже чаю, обрадуюсь. Вы довольны тем положением, которое в вашей семье? Нет. Недовольны? Ваши мужчины безответственны или они лентяи? Безответственные лентяи. Да. Два вознаграда. Что происходит в вашей семье? Я не чувствую опоры. Не чувствую вот этой вот мужской силы. Будет вот так. Я все решу. Он приходит с работы, я его кормлю. Он занимается своими делами. Это зависание в соцсетях, игра в покер, футбол. Он может посмотреть. Вот у меня слишком много, например, он говорит, что женщина должна вовремя закрыть рот. Он постоянно забывает про мой день рождения. Да вы что? Да. Есть с чем работать. Я вообще переживаю. Пожаловалась. Сижу и так в напряжении, где они находятся. А я тоже. А если еще в стриптизку подвезут. Меня постоянно внутри был вопрос, что же у них там происходит. Весело. Давайте. Какой-то уфа, конечно, клубасик. О, ну, блядь, чен как в воду глядел. Дали папкам оторваться. Я просто слушаю истории девочек и думаю, да, мой муж выше всех мужей, потому что цветы постоянно. Нам два месяца в браке, он мне чашечку сделал с нашей фотографией. Три месяца он тортик купил, там что-то написал. Он меня удивляет и балует. Ну, только бабник, а так все нормально. Я решил хоть как-то оторваться. Возможно, молодая кровь на меня действует. Подрящая. Как утренни кофе. Очень вкусно. Экзотично вот. Вот видно, что он уважает женщин. У меня сложилось такое ощущение. Вы не осознаете своей значимости. Не понимаете, чего вы заслуживаете в отношениях со своими мужчинами? Марк шесть пременных женщин решил накормить. Как бы наши не догадались, да, этого не корена. Они пришли измениться ради вас. Будет очень правильно, если вы постараетесь быть для своих мужчин очень хорошим мотиватором. Вы должны помочь им раскрыться здесь. Отдать им возможность проходить некую реинкарнацию. Туда превращаться из одних людей в других людей. Спасибо большое за участие. Вам спасибо. Спасибо. Одеяло и подушки ждут ребят. Девчата. Улюльку. Если честно, я до последнего думала, что раскладушка – это шуточки. Блин. Я ему долго еще эту кровать купила. Это трассик. А тот, кто сложил кровать. Максим просто молодец. Не представляю, как я сейчас спала на раскладушке. Она у нас еще, это, кинг-сайз, что ли? Сколько меня плесет? Раз. Два. Три. Валя, баба на самом деле какая-то с юморком, вы знаете? Ну, три половинки, Светки, это неплохо. Я волновалась, как допознали будет. Решила успокоить себя. Я говорю, малыш, папочка вернется, какой не будет. На рогах, на оленях. Я спать хочу. Я хочу к своей любимой жене. Ну, напухались. Андрей, может, поедем к любимым, к женам? Мы Андрея нашли вообще в подвале, непонятно где. Пойдем, пойдем. Ты знаешь, мы хорошо отгуляли, хорошо отгуляли, да. Я сижу тут и думаю, как моя женщина. Чисто я сомневаюсь, что он был там один. Мне стыдно перед ней поверять в таком фоне. Так а зачем ты себя до такого довел? Я подожду сюда, оконусь в воде, охоложусь. Мне плохо, пацаны. А куда мы едем? Едем к женам. Мы отыщили Андрея под руки. Это просто тело непонятно. Бля, он сейчас самет в машину, прыгается. Не-не-не, Андрюха, идем, 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 идем. Ему хотелось танцев, продолжения. Бля, нажрался он нормально. Всего и побольше, мне кажется. Давай. Прямо смело. Некоторые типа нормально еще относительно. Я уснула, а потом смотрю какой-то свет. Смотрю, он стоит. Я, мне рекомендую принять душ, я у твоих ног. И слышу, Любашенька, дословно не помню, или прости, идиота. Так, где мои турселя? Мне тошнило, обливать хотелось. А Люба приняла меня, в принципе, с почестями. Вот это он лег спать. Коза называть Иисус. Ой, тяжелое было утро, конечно. Хоть я не подавал виду, всячески держался. Я считаю, коль поехали в клуб, надо повеселиться, потусить, пообщаться. То есть, это нормально. То, что происходило, это мне очень тяжело назвать общение. Ну, возможно, сверху было немножко алкоголя. Во мне было, наверное, около литра спиртного. Эмоции. Немножко? Да, алкоголь сыграл свою. Эмоции? Андрюха, побойся бога. Мне просто интересно, Люба знает? О чем? Что ты алкоголик? Она спала, она спала. Я ей не будил. Ну, вообще не помнит ничего. Когда утром я его, ну что, гулящий муж, прости, мне плохо. Воды дай, воды. Доброе утро, дорогая. Да. Ну да, присаживайся, пожалуйста. Садись. Когда я уже спустилась покушать, красивая кашка молочная, выложена красиво фруктами, нектарин, виноградик. Приятного женышка. Кушаем на здоровье. Спасибо. Тебе так же. Такой ласковый мужчина. Поведение Андрея меня шокировало. Насколько все, что увидел я, является привычным для их семьи. Как часто ты себе позволяешь флирт с другими женщинами? Флирт – это часть его жизни, его слабость. Женщины, он самоутверждается в них каждый день. Кто-то, о, мужчина, спасибо, вы такой хороший. Все, уже поднял самооценку. Где можно найти эту меру кокетства с другими женщинами? Уровень, может быть, внимания или же заигрывания. Ты знаешь, что значит флирт? Это попытка соблазнить женщину. Нет, такого себе не позволяю. Если происходят какие-то интриги, флирты, поцелуи в щечку, это, естественно, под воздействием алкоголя. Попытайся вспомнить, когда у тебя был флирт. Возможно, это было недели три назад. А вчера, да? Ты готова увидеть то, что было на самом деле? О, сейчас лучше видео показывать. Люба, не верь ничего. Да, чувак, ты попал недели три назад. Терапия эмоций – одна из самых известных и действенных психологических практик на сегодняшний день. Терапия эмоций – в желании, в желании, в желании, в желании. Терапия эмоций – у которой. Бляааааа… Она сама видела. Бля, чувак, милый, ты реально, конечно, делаешь ей больно. Ты такая была, господи? Я уже не помню. Ничего себе. Я уже это не помню. У меня так стало обидно. Почему так человек себя ведет в таком возрасте? Тебе не хватает веселья, ты нуждаешься в свободе. Почему так? Бля, это уже не я. Это самое глупое оправдание, когда ты знаешь, что ты так себя ведешь, что тебе запрещено купать. Чтобы потом не сидеть как лох и не оправдываться. Да. Я не помню. Я нажался, я не помню. У меня аж сердце начало стучать. Наступила агрессия, обида за себя. Что я твоя законная жена, и как это может быть? Ты же взрослая, они не дети. Даже если я у положения, если пьянная здесь, я бы сейчас встала и ушла навсегда. Ну, потому что очередной раз прости, я изменюсь. И так год за год... Безнаказанность. Он просто не осознает то, что мне больно. А зачем ты делаешь-то? А ему похер. Это алкоголь, это не я. Возможно, мне хочется подтверждения значимости в глазах окружающих девушек. Подтешить мое самолюбие. Это моя проблема, с которой я смогу справиться. Почему за 40 лет у тебя не получилось? Я, наверное, пользуюсь ее доверием, добротой, умением прощать. Если бы она была более строга со мной, я бы, наверное, быстрее научился справляться. Ты просто используешь ее. Я выбрал тебя, Амина, так как ты терпеливая и мудрая женщина. Другая бы это не терпела. Оправдал. У тебя есть женщина. Она пожертвует всем ради тебя. И если, не дай бог, с тобой случится горе, она единственная женщина, которая будет потерять тебе твои сопли. Понимаешь? А вот эти девочки, которые тебе лимончики передают в ротик, они забудут, как ты выглядишь. Андрей. Я должен измениться. Ты хочешь измениться? Это правда. Хочу измениться. Если ты поменяешься по отношению к своей женщине, ты посмотришь, какой тебе будет ждать взлет. Люба, дай мне возможность справиться. Я стану для тебя настоящим мужчиной. Большой бог в этого слова. Буду дарить тебе любовь и ласку. Ты не пожалеешь. Я хочу, чтобы вы очень ему помогли в этом. Иначе просто шансов больше нет. Единственное, что у него есть, чем он может гордиться на сегодняшний день, это его семья. Вот когда он начнет ценить свою семью, тогда все в его жизни начнет выстраиваться по полочкам. После разговора с Андреем и Любой Марк попросил всех беременных пап с женами собраться на поляне перед домом. Меня это уже настораживает. У меня какая-то внутренняя боязнь присутствует. Я абсолютно не знаю, от чего ожидать. Жены садятся, вы сзади стоите. Семейное фото. Добрый день. Добрый день. Пришло время подвести итоги. Вы должны понимать, что каждый день в этом доме это очередная ступень на пути к вашему перевоплощению. У причала за моей спиной каждую неделю будет ждать лодка, которая увезет одну из пар домой. Странно, подождите. То есть у вас 10 недель это все будет происходить, а пар всего 6. Значит, не каждую неделю будет лодка уплывать. Правильно? Мы понимали, что одна из пар покинет лагерь, покинет прекрасный дом. Кто сядет в эту лодку, я буду решать, основываясь на том, как вы будете проходить испытания. Так что сейчас кто-то из нас уедет точно. Не, не, не. Дойдет ваша семья до финала, либо уплывет на другой берег, зависит исключительно от желания ваших мужчин меняться и работать над собой. Результатами первой недели я, мягко говоря, шокирован. Несложный процесс сборки кровати превратился для вас в изобретение какого-то космического корабля. Миша, твоя кровать была практически разобрана к концу испытания. Причина в том, что я собирал ее вообще первый раз. Сборкой кровати занимался. А вообще по дому Михаил отвечает за какие-то мужские дела? Ну, когда как. Я думаю, что задания-то, они явно непростые будут. И судя по тому, что Миша не справился с первым, я переживаю, что он и со вторым, и с третьим, естественно, не справится. Единственным, кто справился с заданием и порадовал свою женщину, это наш Максим. Мне было очень приятно, что мой мужчина справился с заданием и собрал нам кровать. Вы были на вечеринке. Один из вас умудрился превратить ее в такое шоу в алка расправда. Все понимают, да? С элементами легкой эротики. Наверное, я запоздал и отметил свой мальчишник. Неуспехи в сборке кровати тоже повлияли на то, что мне хотелось расслабиться. Я думаю, это не оправдание. Мужчина в 40 лет должен уже понимать, сколько ему можно выпить и как ему себя вести. Тое нахождение в ночном клубе приоткрыло всем нам второго себя. Это моя действительно слабость и проблема, с которой я хотел бы справиться на этом проекте. А чрезмерное увлечение алкоголем, женщинами, оно переходит границы. Я думаю, когда-то ты окажешься на краю пропасть. Я бы хотел... А она так орит. Ой, вы знаете, послушала чужие истории. Боже, у меня такой мужчина. И тортик подарил. И помнит, когда у меня праздник. Ну, единственное, конечно, шпрех это со всеми подряд. С бабами тусуются, бухают, как бы изменяют. А так, золотой мужчина. Еще у вас, Женя и Саша, спросить. Вы нашли какое-то оправдание? Хамского обращения со своими женщинами? Ты можешь не базарить уже? Я хочу спать, так ляжь вон на диване поспишь, Илона. Мне действительно искренне очень стыдно, что я позволил себе подобно себя вести в тот момент, как она пыталась мне помочь, и при этом она не должна была мне помогать. Для меня, когда повышают тон, меня это режет, мне больно. Саша. Ты там прям, я смотрю, уже кровать собрала. Даша, заткнись, правда. Мне нужно обезболивающий. Даша, почему тебе раньше не нужно было обезболивающего никогда, а вот сейчас тебе порадовалось обезболивающий? Я понимаю, что это неправильно, но не могу остановиться, скажем так. Я считаю, что он неправ. Я чувствую боль, обиду. Это неприятно все, ясное дело. А почему вы позволяете тогда обращаться к себе так? Пытаешься принять человека таким, как он есть? Таким, какой он есть, это не значит, что нужно принимать человека с недостойным поведением. С недостатками вполне возможно, но хамское отношение, обращение к своей женщине это не недостаток, это недостойное поведение. И нужно чувствовать разницу. Для меня было Саша и Андрей. Это два претендента. У меня в эту неделю никто не вылетит. Еще у меня есть очень, конечно, неприятные наблюдения. Это попытки Николая изменить правила нашего проекта. Когда закончилось истекло время сборки, Николай подумал, никто здесь не генерал, кроме меня. Правила не писаны. Я не спущусь, пока я не сделаю кровать. Коля, а если нас с проекта выгонят за это? Я всегда нарушаю правила. Коля человек хитрый и небезопасный. Может быть, ты не привык проигрывать? Нет, я ее собрал два раза, эту кровать. Мне не было цели победить. Он практически всегда все успевает делать. Коля говорит ей, говори, что я идеальный муж. Над вашими головами что-то очень ярко светится. Нимф. У меня все прекрасно в этой жизни. Мне можно только завидовать. Коля нам, по моему мнению, патологически претендует быть лидером в любом коллективе. Мне приятно, что мы с Колей можем быть примером для них. Сегодня в лодку сядет тот, кто не смог измениться ради будущего ребенка. Но это будет не сегодня. Это очень быстро. Теперь мне уходить, это стыдно. Ну да, немножко с ней сердце екнуло у меня. Понимаю, что могу элементарно выбыть. Я уже в уме собираю вещи в чем она. Так, туда платьишко, туда трусельки. Да нет, нет, нет. Мы покинем проект. Никто не свалит. На следующей неделе. Это может быть кто угодно, и даже мы. Ждем. Молчание. Ожидание. Внутри колотится сердце. Сегодня лодка останется на этом берегу. Ну это логично. Куда в первой части сразу выгонять? Да, просто камень из души упал. Легче дышать стало. Но на следующей неделе... И мы дадим вам шанс действительно доказать, что вы не просто так называете себя мужчинами. только потому, что женщины, которые сейчас сидят и за чьими спинами вы стоите, заслуживают лучшего мужчину в своей жизни. Моя задача сделать все возможное для того, чтобы вы ими стали. Наши участники еще не до конца осознают, что их поведение разрушает их семьи. Я дам им еще одну возможность проявить себя и измениться. Ну все, ребят, вот мы и подошли к концу нового проекта. Ребят, вы реально только и решаете. Если вы хотите продолжение... Мне, знаете, мне кажется, что тут будет что пообозревать. Но, если кажется, так только мне, то это хреново. Поэтому, прошу вас, если вам понравилось, вы хотите продолжение беременного папки, поддержите это видео лайком. Напишите об этом в комментариях, что Андрюха, давай продолжение. Вот. И если я увижу, что реально вы этого хотите, будем продолжать обозревать беременного папу. А с вами был Андрей Чент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok